Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 16 мая. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите в ближайшее время. Сергей Сергеев провел пресс-конференцию с журналистами Кубани. Объекты с ночным пребыванием людей проверил отряд Федеральной пожарной службы. Старые правила на новый лад. Дошкалятам показали сказку о безопасности на дороге. Сергей Сергеев перед началом курортного сезона провел встречу с журналистами Кубани. В пресс-конференции приняли участие печатные издания, интернет-издания, теле- и радиожурналисты. Главная тема общения – судьба курорта и перспективы его развития в обозримом будущем. Первый вопрос, конечно же, о главном достоянии Анапы – о пляжах. Сохранение и восстановление этого природного богатства мэр Сергеев считает возможным с помощью новых технологий и передовых разработок ученых. Но считаю, что перемещение песка с одного места в другое – это урон экологии. Есть серьезные проектные решения по намыву песка из Анапской бухты сюда, на берег. Есть решения по перемещению. И я думаю, что ученые, экологи, мы заплатим, способными заплатить денег за проект, который будет реализован. Для того, чтобы все-таки пляж у нас сохранился. Обозреватель газеты «Анапа» поинтересовался, какие меры по развитию Анапы, как круглогодичного курорта, планируется предпринимать в будущем. Во вне сезонья море чем привлекательное? Ну, только внешним видом. На нем есть лебеди, ути, да. Ну, может, кто-то любит просто на берегу находиться, подышать. Вот давайте представим, что моря у нас нет. Чем мы можем людей привлечь? Это и теплый аквапарк круглогодичный, это и ледовый дворец, это различного рода развлекательные и спортивные сооружения, общедоступные, недорогие. Я вижу становление Анапы как круглогодичного курорта. Во-первых, это не ущерб детскому курорту должно быть сделано. И во-вторых, это вкладывание серьезных средств, муниципальных, краевых, федеральных, любых. В этом есть трудности из-за неповоротливости бюрократической машины. По словам Сергея Сергеева, чиновники администрации не всегда соблюдают исполнительскую дисциплину. Эту проблему уже частично удалось решить. Принимаются кадровые решения. Глава города намерен работать в усиленном режиме. И к этому призывает не только чиновников, но и представителей малого и среднего бизнеса. Мы рубль вложим, и бизнес вложит два. Если мы хотим, ничего не вкладывая, понудить бизнес сделать, это путь в никуда. Ничего не будет. Также глава города отметил, важность создания равных стартовых условий для бизнеса. Необходимо организовать достойную конкуренцию и обеспечить доступные цены. Это возможно, если все будут работать строго в рамках законодательства. К грядущему сезону Анапа начала готовиться еще зимой. Поэтому сомнений в том, что он будет удачным, нет. Заверил журналистов Сергей Сергеев. Никита Бойко, Вадим Родин, Роман Карпов. Анапа. Регион. По приказу министра МЧС России на Кубани проводятся проверки объектов с ночным пребыванием людей. Комплексная проверка началась накануне майских праздников и продолжается до сих пор. Спецучреждения в крае проверяют сотрудники МЧС, работники Всероссийского добровольного пожарного общества, представители управления и социальной защиты населения, здравоохранения и образования. Подобная проверка была проведена и в Анапе, отделом надзорной деятельности 11-го отряда Федеральной пожарной службы. Обследовали социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних НИКа и школу-интернат номер 28 в хуторе Суворова-Черкесский. Там проверили противопожарное водоснабжение, отработали навыки и пути эвакуации, провели инструктаж с персоналом на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Теоретические знания закрепили на практике в ходе небольших учений. Результаты проверки показали удовлетворительное противопожарное состояние обследуемых объектов и соблюдение норм пожарной безопасности. К другим темам. Внимание, дети! Сотрудники рота ДПС с 16 мая по 15 июня проводят операцию безопасности на дорогах. Чем раньше дети начнут изучать правила дорожного движения, тем больше шансов избежать аварий с их участием, считают инспекторы ГИБДД. Занятия по правилам дорожного движения в сказочной форме провели воспитатели детского сада номер 10 «Светлячок». Необычную сказку увидела Наталья Пухальская. «Волки, семеро козлят» – старая сказка в новой постановке. Современные герои, беспечная мама коза и правильный серый волк. В сказке все бывает. А у нас потому что сказка «Волк и семеро козлят» наоборот. Гвоздь программы – Евгения Титаренко, она же «Серый волк». Этот персонаж точно знает, как учить детей. Сигналы светофора – дорожные знаки. Если правила дорожного движения переложить на стихи или песню, выучить их проще. А чтобы правильно вести себя на дороге и не растеряться на улице, знания лучше закрепить в игре. «Мы их учим правилам дорожного движения, стараемся, чтобы они их соблюдали. И проводим и подвижные игры, и развивающие игры, настольные у нас есть по правилам дорожного движения. И знания знаков проверяем». Это в сказке все понарошку. И можно переиграть заново в жизни, иначе. И часто именно взрослые забывают о том, как правильно себя вести. Воспитатели постоянно напоминают родителям – будьте внимательны. «В информационном уголке и в беседах мы советуем родителям почаще постоянно соблюдать правила дорожного движения, не нарушать, тем более при детях, правила дорожного движения, потому что дети следом за родителями абсолютно то же самое делают, нарушают, если нарушают родители». Один вопрос Викторины о правилах дорожного движения даже взрослых поставил в тупик. «Мы с вами вышли из машины, подходим к пешеходному переходу. И что мы, машину вот так вот обходим? Или же сзади?» Правильный ответ подсказал инспектор роты ДПС Марина Потемкина. Надо подождать, пока автомобиль уедет и перейти дорогу по пешеходному переходу. «Вообще наши дети уже с трех лет знают светофор. Знают зеленый, желтый, красный, знают сигналы светофора. Это уже вот с трех лет они уже могут ответить». «Мне рассказали правила дорожного движения мама, папа и в детском саду». «Нам сегодня серый волк рассказал правила дорожного движения». «Нам волк рассказывал про дорожные знаки». Еще один приятный сюрприз для малышей – подарки от сотрудников роты ДПС – нарядные светоотражающие смайлики. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Игорь Куршаков. Анапа. Регион. 11 лет образцовый художественный хореографический ансамбль «Даймонд» радует своим творчеством анапчанных гостей курорта. «Даймонд» в переводе с английского «бриллиант». Руководитель коллектива не только раскрывает талант, но и оттачивает его грани, словно драгоценный камень. На праздничном мероприятии ансамбля побывала Светлана Авилова. В путешествии «Волшебный мир танца» началось с выступления старших танцоров ансамбля «Даймонд». Участники коллектива занимаются по программе хореографической школы, поэтому отчетный концерт – это своего рода подведение итогов работы за целый год. Ребята ежедневно изучают классические и народные танцы, постигают азы современной хореографии, куда входят такие направления, как джаз-модерн и MTV-джаз. В ансамбле обучают языку танца с самого раннего возраста. В три года ребята приходят в подготовительный класс, а уже в седьмом классе считаются выпускниками. В конце года танцоры, как и в хореографической школе, получают свидетельство об окончании. Коллектив начинал свою творческую деятельность на базе Дома культуры молодежной, где защитил звание образцовый художественный. Вторым родным домом стала средняя общеобразовательная школа номер 7, поэтому ребята часто выступают на школьных и городских праздниках. «Даймонд» – постоянный участник международных и всероссийских фестивалей конкурсов, проходящих в городах Краснодарского края, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Санкт-Петербурге. Вершины танцевального искусства ребятам помогают постигать педагог-хореограф по классу танца Мария Евсеева и педагог-хореограф по современному танцу Инга Иванова, а также концертмейстеры Татьяна Наумова и Виктор Бельтюков. Ну и, конечно же, создатель, руководитель и идейный вдохновитель «Даймонда» Татьяна Удачина. Для ребят Татьяна Германовна – образец артистичности, энергичности, педагог с большой силой воли, художественным вкусом и организаторскими способностями. Все эти качества она старается вложить в души детей. Мы в этом году ездили в Санкт-Петербург с Татьяной Германовной. Там было очень интересно. Мы ездили на конкурс «Преображение», танцевали танец «Желтые ботинки» и «Дождь». Заняли лауреаты первого, второго и третьего места. Отчетный концерт «Даймонда» оставил в душе каждого танцора и зрителя яркий букет положительных эмоций. Светлана Авилова, Роман Карпов, Анапа-регион. В Анапе прошли игры 1-8 финала Краснодарской лиги КВН. Все соперники – претенденты на выход в четверть финала. А веселых и находчивых – Лариса Басова. В течение двух дней Большой зал городского театра буквально сотрясали восторженные крики и смех зрителей. По единодушному мнению жюри, игра всех команд была достойной, а шутки – острыми и скрометными. Школьник, чьи родители не скидывались на занавески, сидит на солнечной стороне класса. Папайка, которая жила у маленького Никиты Джигурты в шкафу, никогда не выходила из него, потому что... А ну за Калабросова! 18 команд уже выполнили разминку месяц назад на фестивале КВН, который также проходил в Анапе. И вот встретились на 1-8 финала. Фестиваль выявил сильнейших. Рокировка на самих играх была незначительной. 5,8 и выше баллов набрали сборные Архангельской области, города Грозного и Новосибирска, сборная КубГАУ из Краснодара и сборная Оренбургская губерния. По-прежнему они в лидерах и вышли в полуфинал. Принес! Да вы что, у него же пылицо! В 1-4 вышли 13 команд. Зрители встретятся с ними уже в июне на очередных играх. Они стремятся к тому, чтобы в следующем году попасть в телевизионные лиги. Амик, премьер лигу, высшую лигу. Я думаю, что у всех будет хорошо. Премьеры есть. Сборная Одессы, одесские мансы, чемпионы нашей лиги. Уже полуфиналист высшей лиги КВН. У них все карты в руках. Работать и все будет хорошо. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. На этом все. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро. Не переключайтесь. Дентальные имплантации – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В пятницу 17 мая в Анапе будет малооблачно, чаще ясно. Температура воздуха днем 17-19 градусов по Цельсию, ночью до 16-ти со знаком «плюс». Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 18 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300.